Здравствуйте! Я собираюсь выложить домики и спичек. Это будет мой первый домик. И нарисую таблицу, в которой буду записывать то, что здесь происходит. В этой колонке буду записывать количество домиков, а в этой – количество спичек, которые я использовала для выкладывания соответствующего количества домиков. На первый домик ушло 6 спичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте выложим второй домик. Будем выкладывать домики, у которых одна из стен общая. И мы добавим 1, 2, 3, 4, 5 спичек для того, чтобы выложить второй домик. Почему потребовалось всего лишь 5, а не 6 спичек для второго домика? Это потому, что одна из стен у этих домиков общая, и мы сэкономили одну спичку. Нам понадобилось 5 спичек для постройки второго домика. И нам потребовалось 11 спичек для того, чтобы выложить 2 домика. Скоро мы увидим закономерность. А что, если нам нужно выложить 3 домика? Нам понадобится еще 5 спичек. 1, 2, 3, 4, 5 спичек. Прибавляем еще 5 спичек. В сумме это дает 16. Давайте выложим еще и четвертый домик. Нам понадобится еще 5 спичек. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертый домик. Мы прибавляем еще 5 спичек. Всего 21 спичка. Давайте подумаем, можем ли мы, используя эту закономерность, найти количество спичек, которое понадобится для того, чтобы составить 50 или 500 или даже 5000 таких домиков. Посмотрим на эту закономерность и попробуем составить уравнение для каждого из этих значений соответственно. Мы начали с 6 спичек, и каждый раз прибавляем еще 5 спичек. Для второго домика мы прибавляем 5 1 раз. Для третьего домика мы прибавляем 5 2 раза. Для четвертого домика мы прибавляем 5 3 раза. Давайте я это запишу. 21 равно… Мы начинаем с 6 и прибавляем 5 3 раза, плюс 5 умножить на 3. Для трех домиков начинаем с 6 и прибавляем 5 2 раза, плюс 5 умножить на 2. Для двух домиков опять начинаем с 6 и прибавляем 5 1 раз, плюс 5 умножить на 1. Для одного домика можно использовать эту же закономерность. Начинаем с 6. А сколько раз нам нужно прибавить 5? Ни разу. Можно записать прибавить 5 0 раз. Видите закономерность? Нам нужно от количества домиков отнять 1. Это число умножить на 5 и прибавить полученное значение к 6. И мы найдем количество спичек. Это можно записать как 6, плюс 5 умножить на 4 минус 1. Это можно записать как 6, плюс 5 умножить на 3 минус 1. И вот это можно записать как 6, плюс 5 умножить на 1 минус 1. Теперь все понятно. Вот эта четверка – это вот эта четверка. Эта тройка – вот она. Эта двойка – вот она. И эта единица – вот она. И я думаю, что мы уже готовы найти количество спичек, необходимое для того, чтобы составить 50 домиков. Это наш 50-й домик. Слева нарисую общую стенку. 50-й домик. Сколько спичек понадобится для того, чтобы составить 50 домиков? Мы используем закономерность, которую только что вывели. Начинаем с 6. На первый домик уйдет 6 спичек. И далее на каждый следующий домик нужно по 5 спичек, плюс 5 спичек на каждый следующий домик. А сколько таких следующих домиков? Их 50 минус 1. Почему минус 1? Да потому что один домик уже был построен из 6 спичек, а на каждый последующий, в данном случае их 49, необходимо 5 спичек. И это будет равно 6 плюс 5 умножить на 49. 5 умножить на 49 – это 245. 6 плюс 245 – это 251. 251 спичка. И вся прелесть этой закономерности в том, что с ее помощью мы можем посчитать количество спичек, необходимое для создания даже миллиона таких домиков. На этом все. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok